Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. Тысячи семей, оставшиеся без крова и пока не имеющие возможности вернуться в родные места, переживают войну в разных регионах России. Местное население повсеместно старается поддержать беженцев, оказывая им посильную помощь. Управление Федеральной службы судебных приставов по Крачево-Черкесии также не осталось в стороне. Сотрудники ведомства поддержали продуктами питания, предметами гигиены и первой необходимости беженцев из Донбасса, нашедших кров в Черкесске. Мадина Каракетова приняла участие в акции «Добра». Анастасия Коняева не может сдержать радостных эмоций. Она и не ожидала, что сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов привезут столько всего. Огромное спасибо. Столько всего продуктов. Я просто в шоке, если честно. Все очень нужно. Огромное-огромное спасибо. Просто растерялась, если честно, от такого количества. Попросила памперсы. Это у нас самое необходимое. То, что дорогостоящее и то, что уходит очень сильно. Вот. Ну, как бы я только за памперсы говорила, может, это детское питание. Там еще продукты питания, химия. Там огромные пакеты, мешки с картошкой. Это вообще. Анастасия временно проживает на съемной квартире с двумя маленькими детьми. Когда семья решала, где спрятаться от войны и произвола украинских военных, Карачао-Черкесию выбрала не случайно. Здесь есть родственники. И Анастасия уже гостила об этих краях и влюбилась в них. Признается, что после Украины с трудом привыкала к тишине и чувству безопасности. Но очень переживает за родителей и супруга, оставшихся в Донецке. Родители в Донецке и муж, да. И муж в Донецке? А, вы только из детска. И не выпускаю, да. Мужчин не выпускаю. Ему тут вроде как бы есть поддержка для сестры, но все равно это очень колоссальная помощь. Нужные подарки получила и семья Мирошниченко, также бежавшая в Черкесск из Донецка. В семье двое малышей. И Юлия, когда раздался телефонный звонок и судебный пристав, спросила, что им необходимо. А также, как Анастасия, попросила подгузники. И была несказанно удивлена, когда приставы, помимо подгузников, привезли массу всего, начиная от мешков с картофелем, заканчивая бытовой химией. Мы очень рады. Мы вообще, когда приехали в этот город, вы знаете, все отзывчивые такие. Все вот, ну, в общем, я не знаю, как объяснить. Мы очень рады. Спасибо, конечно, большое. Вы же знаете, какие цены у нас на памперсы, поэтому это очень нужно. Спасибо. Ну, а так, в принципе, мы же сидим, мы здесь ничего не получаем. Ничего. Мы приехали, вот единая разовую помощь, 10 тысяч мы получили, и все. И поэтому все, что бы они не привезли, огромное спасибо. Судебные приставы с подарками посетили еще несколько семей из Донецка и Луганской народных республик, временно нашедших пристанище в республиканской столице. Мы с коллегами подготовили продукты питания, предметы первой необходимости и детское питание. Все необходимое приобреталось с учетом нужд каждой отдельной семьи. То есть, предварительно мы уточнили, что именно необходимо закупить, в чем имеется потребность, а также и уже в зависимости от пожеланий каждой семьи организовывали помощь для поддержки семей из Донецка и Луганской народных республик. По словам сотрудников Управления службы судебных приставов по Карачаевой Черкесии, это не разовая акция по мере возможности. Управление будет и впредь оказывать помощь вынужденным переселенцам делать добро. Это еще одна добрая традиция, давно сложившаяся в УФССП. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.